Амброзия полынно-листная распространена по всей территории Азова и Азовского района. Период её цветения связан с острыми болезненными проявлениями для людей, страдающих аллергией на этот сорняк. Могут отекать веки и горло, болеть голова, развиться дерматит. Но, как пояснил старший государственный инспектор отдела карантина растений и семеноводства Россельхознадзора Павел Назаренко, даже если не наблюдается явно выраженных реакций, это не значит, что пыльца амброзии никак не влияет на организм человека. Даже люди, которые не склонны к этому, они всё равно ощущают. То ли першит в горле, то ли на глаза как-то. Всё равно она аллерген большой. Очень большой вред приносит злостный сорняк и сельскохозяйственным культурам. Она засоряет семена, не даёт расти культурным растениям, она их забивает. Одно растение амброзии может дать от 80 до 100 тысяч штук семян. И вот они, даже те, которые имеют молочную восковую спелость, способны прорастать. И уже не говоря о том, что когда они полностью созревают. По словам Павла Назаренко, ежегодно, задолго до начала периода роста сорняков, инспекторы проводят специальные встречи с представителями городской и районной администрации, в результате которых составляются планы по борьбе с сорной и карантинной растительностью, назначаются ответственные лица. Период цветения амброзии – это и время активных мероприятий по противодействию её распространению. Так как в этот период страдает большое количество людей, аллергики и люди с проблемами, болезнями лёгочного типа, отдел муниципальной инспекции в этот период будет максимально жёстко реагировать, в частности тех людей, у которых участки в собственности не выкашены, прилегающие территории не выкашены. Ну и осуществлять мониторинг города в целом. Работа идёт как с собственниками земель, так и с арендаторами, с муниципальными объединениями. Значит, те организации, которые имеют пользование землей или же осуществляют государственные контракты или муниципальные контракты. В случае обнаружения участков произрастания амброзии на виновных лиц накладывается соответствующее взыскание. Если это будут физические лица, это от 300 до 500 рублей, если это юридические лица, это от 5 тысяч до 10 тысяч, если это должностные лица или индивидуальные предприниматели, от 500 до 1000 рублей, это согласно кодексу административной ответственности. Однако, к сожалению, справиться с амброзией пока не удаётся. Её заросли – не редкость на территории города. Особенно запущенная в этом отношении ситуация на территории городского кладбища. В этом году погодные условия оказались весьма благоприятными для развития растения, вред от которого не стоит недооценивать. Сейчас пойдёт жара, она быстрее начнёт свисти и начнёт пыльцу выделять. А с жарой, вот эта жара, она на людей, во-первых, она так угнетает, да, а для неё тоже благоприятно. Ещё и воздействие получает человек двойное, и от жары ещё и от амброзии, да, вот от пыльцы это растение. По данным специалистов, сезон цветения амброзии продлится как минимум до конца сентября. Татьяна Иваченко, Алексей Покатило, Азов.Инфо